Прежде всего, конечно, осложнилась общая геополитация. Серьезно обослился кризис на Ближнем Востоке, на Севере Африки. У самых границ России на Украине не вытихает гражданский конфликт, по сути, гражданская война. Вы были на юго-востоке Украины. Кого вы там представляли и что вы там делали? Ну, для начала представлюсь, я являюсь войсковым старшиной, атаманом Северного войска Донского, походным атаманом, войсковой старшина Кульшов Алексей Станиславович. Группа рязанцев, которая была на юге-востоке Украины, представляла казачью национальную гвардию, которая на сегодняшний день держит 50 километров фронта Луганской народной республики. Мы выполняли гуманитарную помощь настолько, насколько это положено казакам. И чем вы занимались там конкретно? Ну, вот вы лично, что вы там делали? Мы выполняли гуманитарную помощь местному населению, а также неси службу на блокпосту, выполняя обеспечение общественного порядка, функции военной комендатуры, ну и все остальное, что, так сказать, предписано по законам военного времени, поскольку обстановка меняется и задачи, они могут меняться буквально ежеминутно, в зависимости от того, какая ситуация происходит на данном регионе фронта. В бой с украинскими войсками приходилось вступать? Приходилось. Они не хотят воевать, эти молодые парни, оторванные от института, они не хотят воевать за славянами. Но сзади них стоят эти батальоны Коломойского и так далее, которые пускают их в бой с мясом, просто как мясом. Заград отряды были там, получается? Да, да. То есть в украинской армии есть заград отряды? Абсолютно верно. Мы воюем по... Потому что мы казаки. Потому что наше состояние души такое, что мы хотим, чтобы вот эта мразота, которая получила в руки оружие, была либо уничтожена, либо поняла, что на нашей земле им места нет. И сколько же у вас вернулось оттуда? Ну, слава богу, вернулись все. Яценюка уже сравнивают, причем даже внешне, с Генрихом Гиммлером. А партия свободы, Тягнебока, уже разработала проект тысячегривенной купюры, который отражает ценности новых украинских элит. Я видел, как изнасиловал Майдан украинам. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Русь великая, неделимая, православная, три единая. За Русь усрусь. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, соратники. Сейчас идет информационная война. Ты, 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 я, все мы бойцы на информационном фронте. Не надо бояться. Наше дело правое. С нами Бог. Вот здесь, вот здесь написано. Видишь? Видишь? Написано. Вот здесь написано. Вы все, вы все звероподобные, правоходящие, подохните, понимаешь? А вместе мы села. С нами Бог. Это духовная скрепа. Зато Крым наш, да, наш, да. А зачем он вам здесь? А у меня там родственники жили, да. Греки мои, родные, да, да. А ты сам откуда? С Греции. Из Греции? Да. Ух ты. Ага. А тогда почему же решил здесь приехать, чтобы воевать? Бить немцев. Бить немцев, а фашисты. Немцы, фашисты, они одно и другое. СССР наша родина, они ее поломали, эти, кубамовцы. Это духовная скрепа. Вы нас слушали, что читали с российского телевидения? Да вы фашисты, я не начитался, я бы просто порву вас сейчас. Это вы фашисты. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Че, убери, убери это. Отойдите. Убери, я сказал. Я не разрешал мне посидевать. Слава России. Слава Путину. Крым наш. Кто с воскресеньем? Полиция с воскресеньем. Это духовная скрепа. Рейтинг Владимира Путина на посту президента России достиг максимума за 15 лет. Таковы результаты последнего исследования в ЦИОМ. Работу главы государства на своем посту одобряют 88% россиян. Нам не дай бог другого президента, вы понимаете? Это ужасно, когда оскорбляют Путина. Это самый величайший человек из всех сейчас президентов. А кого вы считаете президентом? Вот вы им даже с ума сойти. Это духовная скрепа. Look at me. Look at me. Bombas. Bombas. Game over. Bombas. Game over. Понял? Смотрите под ноги. Look at me. Bombas. Bombas. Game over. Именно этот наш генный код, он, наверное, может быть, почти наверняка, является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий. Он очень устойчивый. И мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть. Субтитры создавал DimaTorzok